Всем добрый день, с вами Игорь. Сегодня хочу показать, какое я надумал делать крепление под солнечные панели, что для этого было закуплено, сколько это стоит, какая экономия по сравнению с заводским креплением. Вот такая вот труба квадратная, 4 на 2, уже погрунтовал я ее, толщина стенки 2 миллиметров, 2 куска по 6 метров, но она вся по 6 метров идет, и 2 куска я уже сварил по 10 метров, то есть у меня пролет получается на 16 метров, под 15 панелей, там будет с промежутками, я потом объясню для чего. Вот, это у меня один скат, встает там 15 панелей на одну сторону крыши. Да, до этих профилей или квадратной трубы были еще куплены вот такие вот шпильки, такая вот метровая шпилька на 12, диаметр резьбе 12, режу я ее на 5 частей по 20 сантиметров, у меня получаются вот такие вот куски, снизу под шиферной доски вот это вот крепление получается, вот здесь вот между вот этими шайбами под шиферная доска, где мои пальцы, вот здесь она будет, между вот этими шайбами. Шайба здесь увеличенного диаметра на 37, кажется, или 38 диаметр наружный, внутренний 12, и толщина у нее такая, да, видно, металл такой довольно толстый, но не гнется, когда я гайку зажимаю дерево, то он не гнется, вдавливается ровная шайба. Вот как оно будет, вот здесь вот получается вот так вот, ну оно просверлится вот так вот, так будет просверливаться профиль этот или труба уже на крыше и надеваться на вот эти резьбы, завернется сначала эта нижняя гайка, наденется труба квадратная и сверху прижмется второй гайкой, но вот здесь вот я сейчас смотрю даже, наверное, под эту трубу придется еще одну шайбу вкинуть, чтобы она не на гайке как бы держалась эта труба, а на шайбе. Дополнительно до всего этого такой был закуплен крепеж, вот такие вот шайбы, вот, гайки на 12, таких довольно много, на 8 болтики, 40 на 8, это, собственно, для самих панелей уже крепления, шайбочки на 8, где-то еще у меня гайки были на 8, а, где-то их, ну вот они, гайки на 8, ну вот такой вот был закупленный крепеж, все это по цене, вот этот вот крепеж без труб, получился мне почти 1000 гривен, это 13 вот таких резьб, ну и все для этих резьб, ну вот этот крепеж, правда, я брал на обе стороны крыши, то есть это на 30 панелей этот крепеж, на 30 штук панелей, а трубы взял только на один, на один скат, на одну сторону, потом буду докупать, вот, на 15 панелей, что по цене это получается, по цене выходит вот эта труба 34 гривна метр, ну, короче, у меня вышло где-то с доставкой там полторы тысячи гривен, вот эта вот квадратная труба, полторы тысячи, ну и крепление у меня, правда, я взял на 30 панелей, но если их разделить, ну, на 15 уже настолько, насколько трубы, получается 500 гривен, эти все резьбы, болтики, гаечки, шайбочки, все для установки есть, ну, 500 гривен получается на 15 панелей, 15, 16 погонных метров, через каждый метр я вот эти вот штуки устанавливаю, там потом вылезу на крышу, покажу, как они там устанавливаются, через каждый метр, ну, между балками, получается, по метру там, вот, получается, по цене, это 500, это, ну, 2000, это 2000 у меня пошло на 16 метров погонных, я могу поставить на это крепление 15 панелей метр шириной, метр на два, я думаю, брать, ну, там есть метр на 160 еще, метр 60, но я думаю, брать метр на два, вот, заводские для сравнения крепления, даже вот сегодня заходил, смотрел на сайт, где продают и панели, и крепление, получается, самый дешевый комплект, крепление для двух панелей, всего-навсего, для двух панелек, там, 210 сантиметров длина профиля, 1000 гривен, там, без каких-то копеек, 1000 гривен для двух панелей, это самое дешевое, там, посерьезнее, немного крепление, там уже, оно, у кого-то производителя другого, ну, там, 1500 гривен, это для двух всего-навсего панелей крепления, вот, у меня же вышла вот эта труба, 1500, это на 16 погонных метров, и вот это вот, все вот эти вот болтики, гаечки, резьбы, шайбочки, вот, и все, это крепеж, вышло у меня 2000 на 15 панелей, вот, судите сами, насколько оправданно брать это заводское крепление, на панелях я экономить не буду, клеить я сам их не буду, там, в смысле, эти элементы, брать там стекло, какое-то, это уже сейчас неактуально, и невыгодно, такие уже никто этим не занимается, раньше, я знаю, клеили, что-то собирали, но сейчас на панелях нет, а вот на креплении можно серьезно, серьезно сэкономить, лучше каких-то лишних несколько панелек купить, чем потратить на вот это вот крепление, вот, ну, то, что я хотел, собственно, и показать, в следующем видео покажу уже, как я ее на крышу установил, это крепление, подготовил, если что-то непонятно, какие-то вопросы есть, по всему этого спрашивайте в комментариях, буду стараться отвечать, ну, все, на сегодня, всем пока!